Я благодарен присутствующим, а также организаторам, осуществившим всей этой функцией, финансовую организационную дизельную. Я воспринимаю то, что мне предложили начать свою государственную компенсацию, как, отменяя того, что желательно определиться с философскими наставаниями и, опять, это будет свой интерес, прежде чем заниматься тем многим и весьма занятым дальнейшей внутрь, что за этим и снова стоит. В самом деле, уже 80-х лет, то, что всплывает за словами «настанавливается осознание» и значительно отличается в умах присутствующих тел соучающих, двигается интенсивным и всеверным, и абсурдивным, вреда и дисциплины. То есть, скажем, грызги о ведьме, культурологии и всекородорогии, ну и какие-то еще достижения. Это очень важно. Но, тем не менее, без выяснения философской платформы того, чем мы, собственно, занимаемся, мы не можем быть уверены, что занимаются те, кто слышит это слово и туда берут одними и тем же. Но, тем не менее, занимаются целой группой связанных вопросов. Некоторые из этих вопросов поинтересны и одними, и представляются безумными другими людьми и обратно. Поэтому, конечно, вопрос к области мысли, стоящего за этим уже от вами, предупределяющего, и главное, что он еще является чистым результатом. А нет, специально научным, в том, что даже нет. Дух по-ванамичным, так сказать, культурологическим, в связи с словом «сознание» обносил его от философии. В западной философии, поскольку мы по-русски, но я ненужно принадлежать в западной философии, чтобы здесь была другая аудитория, я бы не сказал, на санскрите, ситуация была приятная, то мы знаем, что в западной философии у нас есть такие определенные, влиятельные направления из числа интернациональных и проверяемых, как аналитические и невостокные, как и тому подобное, имеется в виду то, что мужчины с правильными, как идущие участия шлями-матери, отчастия перед выпуском от Хайдегена, и некоторые философии с непроверяемыми результатами, которые мы допустим после веры, которые находятся на старой стороне. Что из этих методов и какой веры может подойти для того, чтобы положить эту тему? Задача философа сказать, что он такой, что есть, задача этим заниматься. Мы начнем с аналитического фактора, в котором мы, совершенно отвлекаясь от того, что мы забыли, помимо нашего умения понимать смысл слов и аналитически разбираться, берем слова и пытаемся понять, что говорят или что пишут. Может быть, даже это мы тогда сами написали, а может кто-то другой. Вот сказано, трансформация сознания. За словом трансформация стоит представление о том, что есть некоторое слово, которое потом изменяется. Если это так, то мы предполагаем, что то, что может быть трансформировано, есть некоторое сущее, у которого есть форма и материя. Это вполне непривиальное, определенное представление о сознании, которое возможно, но я иду с ними, возможно, и другие представления о сознании. Совсем необязательно считать, как ставят и отвечают отдельным образом на вопросы о сознании, что сознание это есть некоторая вещь, имеющая материю. Может быть, совсем не так. Далее, если мы зададимся вот проблеме уточнения второго тема сознания, то мы сталкиваемся с таким, ну, кажется, поверхностным, что у нас сразу приходит, но не столь уж простым запретнением разрешения. Но, конечно, решать такого рода классовскую проблему, что это за тема сформации сознания, следует не ограничивать рамками одного коллектива или там сообщества людей с одним родным языком мышления, скажем, с русским языком, что есть еще ряд других влиятельных традиций мышления, несколько назад, например, английское, русское, немецкое, и там есть другие слова. И как это мы скажем по-английски? Это будет, например, transformation of mind или consciousness? И это совсем разное, да? Или там по-немецки? Это будет что-то, denuszeit или что-то еще? Если по-английски это consciousness, то, как известно, consciousness за последние десятилетия стала противопоставляться и соревноваться на потребление, сравнить мануру для философии слова awareness, а у нас совершенно нечего с этим делать по-русски. Так хоть, по другой стороне, если мы скажем по-русски самосознание, а по-английски переведем это по-морферу на self-consciousness, то это по-английски значит застенчивость, и нам совсем делается нехорошо. Проблема, видите, действительно сложна. Ну и что по содержанию? Нужно, подходя вполне неформально, заметить, то есть неформальное выражение. То есть надо что-то понятнее, когда мы смешиваем и считаем выражение трансформации осознания, мы подходим к этому аналитически. Что за этим для людей стоит? Совершенно очевидно, что во многих случаях это что-то происходящее с восприятием, с мышлением, со способностью к действию или к раздержанию от действия, с аффектами, со страстями. Ну и все это, большая часть этого подхода входит в области интереса к психологии заведомо, и в некоторой любви тоже, но все-таки все это не есть сознание. Мы понимаем, что если у кого-то есть страсти, то страсти бывают только у того, кто есть некоторое сознание, чтобы сознание не страсти. Если страсти благодаря преображению трансформации сознания изживаются, ну, мы можем сказать, это, наверное, хорошо. К моей точки зрения, это, конечно, хорошо. Но при чем здесь? Вот изменит трансформация сознания? Она состоялась или нет? Воперед – неизвестно. Точно так же с восприятием. Допустим, кто-то с помощью упорных усилий, которые подпадают под это название, научается видеть то, что другие не видят, и при этом его трудно признать сумасшедшим. Ну, у него преобразовалось восприятие. Или изменилось восприятие, или трансформировалось восприятие. Но изменилось ли его сознание? Это неизвестно. Поэтому нужно забывать этот вопрос основательно. Ну, и первое, что в этом, что, пожалуй, хотелось бы сказать, это развлечение сознания самого по себе, если вообще мы полагаем, что такое рассмотрение имеет смысл, что просто сознание – это все. И далее какие-то аспекты проявления для того, кто есть сознание, этого сознания. Например, если мне страшно, то вот у меня есть сознание, и то вот я еще понимаю и чувствую, что мне страшно. И это разное. Вот мы различаем сознание, и вот, скажем так, факторы при сознании. Или, например, если я сомневаюсь. Это тоже сознательное состояние, а также еще физиологическое состояние. Вот я не могу сказать. Это надо точно выключить. Ну, и с этой позиции мы можем сказать, что большая часть наивного, хотя вполне оправданного, это интерес к трансформации сознания, связанного не с чистым сознанием, если оно является предметом рассмотрения, а с тем, что при создании есть. Например, восприятием, личностью и так дальше. Но ни личность, ни восприятие, ни аффекты – это не суть сознания. В этом отношении мы можем предполагать, что трансформация сознания вообще совершенно невозможна. А то, что за этими словами стоит, имеет большой смысл для многих людей, но должно быть описано философской совершенно иначе. Например, обретением мудрости, бесстрастия, контролем восприятия, возможности изменять восприятие. У чего есть какая-то ценность, но осознание как бы было и есть. Возможно? Ну, замечу, что на эту проблему развлечения сознания как такового, и того, что при нем, а без него не бывает, ну, насколько мне позволяет моя революция, в первую минуту, в моем миссиональном мудрости, философе, различившее понятие «читта», то есть сознание как таковое и «чайта», ну, например, «новость», «страсть», «чувство» на расстоянии, наоборот, сколько было расстояние девочек. Все это, то есть сознание, оно связано с сознанием, но не есть сознание. И оказывается, что программа, разрешение, то есть дальнейшие разработки вот этой конвизии между факторами сознания, создания самым по себе, чрезвычайно трудно, в общем, я не могу сказать, что ранний мудрости философе, как вместе с людьми, как обычно справились. Скорее всего, получилось у них так. В разных бодусах саморазвредения человек может наблюдать за собой как за сознанием, и получается один результат. В других бодусах он наблюдает за собой, как за местом, где происходят восприятия, либо где случаются страсти, получает другой результат, а потом теоретически старается сохранять какие-то разные данные результаты, порождая многомерные трактаты, характерные для ранней журдийской жизни. Очень громоздкие. Значит, если посмотреть... Далее по поводу термина сознания. Если мы возьмем журдийскую философию, которая открыла то, что появилось для европейской философии как сознание, как понятие философии, раньше примерно на 2000 лет, ну так так же, сознание проявилось собственного, как понятие философии Худиката, да и то еще нужна некая аналитическая мощь, чтобы различить понятие сознания от понятия выживания. А до этого просто не было понятия сознания. Только индийский, это, конечно, был уже до Купанишары, ну, например, до беседы инженерал-песеды в Европе, был пункт, причем этого весьма почтенная история. Тогда оказывается, что в богиндийской философии у нас коплен значительный багаж философии, который не только, как нередко бывает в индийской модели, засекречивает свои результаты, специфичны от школ и школы, но и просто, даже если мы найдем перевод из одной темы, от одной школы, какой-то буддийский, в другую, например, школу, оказывается переводим, все равно терпится гораздо больше, чем мы говорим. Вот вам не русское одно сознание и еще что-то, или неизвестно что, не английское consciousness и awareness, а, ну, очень сильный аналог. Положим в генном диалоге, в завершении диалога, по том, в котором Дежне Валки выясняет своей жене Майтрея, как обрести бессмерти, он говорит, что нет после смерти сознания. Ну и жена пугается. Потому что он говорит, что пугаться-то нечего, потому что когда одно осознает другое, когда есть одно и другое, тогда есть сознание, как связь одного и другого. Например, мой образ и сознание образ. А когда все стало самим собой, то никакого сознания нет, но тем не менее, это не значит, что ты потерял сознание в том смысле, что нет тебя совсем больше. А значит, что-то сумму только его положено. Достижение духовного бессмертия. Вот Майтрея это поняла. А европейским философам предстоит еще, я так скажу, интеллектуальное понятие, что явилось в этом. То есть она достигла этого бессмертия, как мы понимаем, из полигаев на регулярных повышениях. Или, видите, здесь получается следующее. Достижение результата, которое мы наивно связываем с областью сознания, может пониматься как отбрасывание сознания, как некоторые помехи в сторону, и достижение позитивного духовного результата с сохранением его. То есть сознание это не есть собственность. в сознании понималось так. Или другой вариант такого же понимания мы встречаем в некоторых буддийских школах, когда мы узнаем, что сознание так часто переводит, хотя, можно сказать, лично я возражал. Сознание, как термин буддийский, «вижня», характерно для живого существа, пребывающего в сознании, то есть изменчивого в постоянном мире, потом всегда бывает неприятностей. Избавившись навсегда от неприятностей, избавляются от вижняны, то есть уничтожают сознание, и это очень желанная цель, потому что вместо вижняны появляется джняна, что формально можно перевести знание, но не надо думать, что от этого перевода как будто что-то делается понятно. И вот в будды есть, у будды вижняны нет, то есть в будды нет сознания. Тем крылья будда внятно беседует с окружающим, проявляя свой обширный умный отличие. Ну, а в смысле в чем это? В чем дело? Итак, есть такое представление, что результат вот этого преображения из понимания некоторой неадекватности заключается в том, что сознание обнаруживает себя как что-то бракое, параденчатое, мы с ним разделаемся в будущем успешном, и полный порядок. И себя мы не теряем. Там все по-разному понимается, кто такой я сам, который себя не теряет, и который достигает успешности. И есть другой подход, тоже свидетельственный в некоторых школах идейской философии вот такого. Сознание, ну вот, бытует и бывает, ему что-то мешает, в результате того, что у нас тут названо предварительно по-европейски трансформации сознания, избавляются от помех, и с сознанием, которое не теряется, делается все в порядке. Задается вопрос. Первая трактовка – уничтожение сознания, и вторая – избавление от сознания от помех. Это разные теоретические концепции одного и того же процесса? Если да, то какая трактовка лучше? Может быть, обе неправы, но одна менее неправа, чем другая. Или одна вполне права, другая вполне неправа. Или другой вариант, которого тоже нельзя исключать. Люди просто осуществляли существенно разные проекты. И то, и другое у кого-то получалось, и может получаться. Тогда нам нужно думать, а нам что с этим делать? Вот таковы аналитические проблемы, связанные с истолкованием и отсылкой к истории термина, которые являются первым подходом к возможной философски, серьезному взятию проблемы – трансформации сознания. Можно сказать, что философы, если представить позицию европейского западного философа, философы не были готовы к тому, что мы это предложили. Их поставили перед фактом, что многие люди, которые производили впечатления культурных и разумных, почему-то этим интересуются. Поэтому философы вынуждены этим заняться, хотя сами с удовольствием на Западе избежали по каким-то, не вполне приятным и довольно строжным задачам. Но деваться нет, которые все не решают. Потому что иначе они отсталут и интеллектуальной жизни заходят в обществе. Вторая позиция экономологическая. Во-первых, мы должны ответить в эту практику, что есть феномены для обменов некоторого сознания. Феномены бусы, в том смысле, не феномены, это в классической философии заготовлено строить некоторое сущность. Феномены нет. Есть феномены и есть логия, то есть разумная речь истинная или грустная об этих феноменах. Вместе, когда это соединяется, мы получаем философскую практику, а дальше философский текст отчеканенную в виде общественно приемлемого результата практики, называемую феноменологической традицией. Но здесь мы должны сказать, что феноменология, начавшаяся вот так вот, как от дедушки, от Белентана, все-таки, имеет своим отцом, пожалуй, гуссерля. Гуссер точно занимался в общем, не терминализируемом смысле тем, что называется трансформацией сознания, не утрачивал при этом своих интеллектуальных способностей, скорее, можно сказать, на плоте, и демонстрировал наличие мощных способностей, тщательно и с большой затратой труда описывая то, чем он занимался со своим сознанием. Но здесь перед нами стоит вопрос, в какой мере нам хватит просто развитого ума и философских подготовки, для того, чтобы понять такого рода европейские тексты, например, тексты мысления. Если мы не занимаемся ничем со своим сознанием, не трансформируем, в кавычках, то есть не строим, а просто умеем понимать тексты, умеем философски мыслить, это большая проблема. Я полагаю, что не полностью мы не занимаюсь тем, чем занимался Вус, хотя бы в виде опыта, чуть-чуть, хоть как-то, что он делал. И то, что это так, демонстрируется на стыке аналитической, англо-саксонской и феноменологической, то есть континентальной традиции, потому что англо-саксы, можно сказать, до последнего времени они упорно понимали того, что делал Вус, а просто демонировали его тексты. Потому что нельзя сказать, что эти люди менее умеют, чем Вус. Среди них есть почва. Следовательно, надо что-то с собой делать, а не только уметь мыслить, чтобы понимать тексты, в которых я живу выражена только мысль. Это тоже большое общефилософское новшество, связанное с представлением о трансформации сознания. Значит, здесь мы уже столкнемся с таким результатом, который, конечно, удобно были закрепить с помощью прайби-герорского термина «Ей-майнер» для кого-то свой. Если происходит трансформация сознания, опять же, все время это хручка, потому что, ну, заблана основа, или я просто разбираюсь выражением, то, будучи честным, это кто этим занимается? Я или не я? Потому что, если я занимаюсь, ну, наверное, это одна задача. Если кто-то другой занимается и мне об этом говорит, то у меня задача понять, что происходит, совершенно иначе ставится и иными методами решается. Для кого-то свое. Моя трансформация или не моя трансформация? Вот Гусар этим занимался, описывал в наивной иллюзии связанной с общей значимостью науки, то, что у него получалось, ну и потерпелую удачу именно в том, что, оказывается, эта общая значимость значима только для того, кто что-то делает с собой, а не просто умеет думать. И ему это было, наверное, настолько тяжело признать. В венской лекции он говорил, мы не хотим делаться индусами. К сожалению, он сделался, товарищ индусами, ничего не стоит. Никуда не попишешь. Он долго отказывался признать, что происходит. И что общая значимость классической философии подорвана, но подорвана не негативно, как ее подрывает, например, после интернета, а вполне позитивно, с возвращением с европейской классики к классическим образцам именно к тому, что философия подрывает что-то надо с собой, то есть со знанием делать, а не просто уметь делать. В связи с этим я напомню, то есть если мы внимательно современными глазами посмотрим, прочитаем свидетельство о основателе европейской философии Сократи, мы увидим, он этим делом занимался и достиг больших результатов. Этим занимался и Депиктер, этим занимался Принцепс Маркаврелий, этим занимался Платин, интеллект этой не убавил, скорее, напротив, прибавил. Замалчивать то, что специфика философии заключается в том числе в таком роде работе, больше нельзя. Хотя очень старались и очень много успели в том, чтобы это как-то оттеснить как раз философии целой эпохи, сейчас уже ненававшей аналитической институтской коллекции. Ну и, наконец, раз мы понимаем, что есть разные задачи, перед нами сам я занимаюсь, некий я сам, преображением своей сознания, трансформации, или другие занимаются и тексты меня интересуют, то я неизбежно должен вспомнить не герой энергетики, потому что герой энергетики есть философская умение толковать тексты с рабочетом автора, позиций, опыта, в том числе и, если речь идет о сознании, трансцендентального опыта. Я бы сказал больше того, что герой энергетики обретает свой один из самых интересных предметов исследования в столкновении с текстами внятных, разумных людей, в которых у нас нет основания подозревать ни в шарлатанстве, ни в безумии, ни в чудачестве, а которые стараются объяснить доступным человеческим языком согласие со своей интеллектной образованностью, что они сделали и почему это имеет большой смысл сделать. Мы положим, если мы читаем в высшей степени разумный человек, тем не менее, без трюбинептики понять, что он делает, совершенно невозможно. Винный представитель Адвайды, который в двадцатом веке. Более того, мы, конечно, заметим, чем важно, я подхожу немножко к завершению, чем важно философское рассмотрение и анализ, и полагание этой темы. Тем, что опыт показывает спонтанно и, я полагаю, неизбежно скучающуюся поляризацию в отношении данной области. Либо людям это очень интересно, и многие слегка поступают или не слегка, на сутком, разумом и адекватностью бросаются туда и что-то получают, ничего не получают, это уж как у них получилось. Либо кто-то смотрит на это подозрительно, возьму старую идеологу, как солдат брошь, и не желает об этом ничего знать и отгораживается от существования такого рода техника. Это еще менее случайно, чем поляризация, которая возникла при совершенно недавно для основателя психоанализа Зигмунда Фройда, который был нормальный ученый, естественно научный, хотел выяснить, как лечить некротиков, и возникла жуткая поляризация. Либо ты за психоанализ, и все остальное это слабо, что-то такое поверхностное, либо ты против психоанализа, и психоанализ это надевательство. Но здесь это еще в большей степени, только философия может помочь справиться с этой ситуацией. Ну и наконец, если в психоанализации ты выбираешь второй вариант, не хочу ли я этого знать, то философия поможет тебе справиться с этим, даже если ты не хочешь этого знать практически, ты сможешь это осмыслить. И это будет положено как важное философское топливо для рассуждения. Если напротив, ты хочешь этим заниматься, и уже занимаешься, то ты все равно не избавлен от герметики, потому что никто не доказал, скорее история доказывает противоположное, то что есть один магистральный способ трансформации сознания и один результат. Я могу заняться одним способом, но мне ничуть не поможет это, или скорее всего мало поможет понимать тех, которые принадлежат грамотным людям в другой традиции, которые используют другие термины, достигают других результатов своих терминов. Мне тоже нужна эта герметика. Мы не знаем, существует ли одна или разная трансформация. Ну и я проиллюстрирую то, что поляризацию таким своим личным образом. Я конечно этим занимаюсь, я конечно достиг в этом заметных результатов. Когда я сообщал, собственно, большим назад, на одной вполне академичной логической конкуренции, а некоторых за результаты, то я увидел только справедливая опаска меня, поскольку я человек находчивый, в Днисско-думы, удержало большинство присутствующих от того, чтобы меня заклинить. Но на их лице, на лице некоторых из них, было написано что-то такое, что можно было бы прочитать на лице аудитории, когда, допустим, психолог, специалист по возрастной психологии, внезапно сказал, поделился своим опытом, как он занимался анализмом в будущем подростке. Знаете, эта ситуация неизбежная, но она интеллектуальная, культурно-скандальная, ее нужно преодолевать. Все, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Я готовлю несколько вопросов о партизах. Зачем я первый? В первых, мы говорим о трансформации сознания нормального. То есть, выгодно норме. Но норма, как Вы подсказали, она прекрасна. Она от нации, от интеллекта, от образования и так далее. как мы говорим. Видите ли, можно сказать так. Норма, сложившаяся естественным как общество образом, критерии, которые мы применяем, говорят, это нормальный человек. Она характеризуется тем, что объекты отношений и внимания, и реакции в значительной степени предопределены и выращены. Если происходит некоторая трансформация, то она представляет философский, а также психологический, а не психиатрический интерес, я полагаю, только в условиях одного, при условиях соблюдения одного правила или обстоятельства. Она должна быть контролируема. Она не обязательно сопровождается постоянной адекватностью в обществе. Но если эта неадекватность есть, эта неадекватность тоже контролируется. А вот если распадается или утрачивается контроль над поведением либо содержанием ума, это не трансформация, а в некотором смысле болезнь. Я бы сказал только это. В этом смысле трансформация есть превосхождение нормы в сторону одного из вариантов идеала, а не поступание нормы. Вообще поступиться нормой нехорошо. Человек устроен обычно, ну на тройку, ну зачем же двойка? Ну не надо этого делать. Еще один вопрос пока. Как быть в экзистенциальном анализе? Они в первую очередь занимаются этой проблемой? Ну как-то вот у вас это мало интересует. Может быть и чуть-чуть поясните, в чем специфика экзистенциального в России? Ну, начинаем с трех и более в северкой постройке, окончая там сам, все занимаются проблемой в рамках христианской системы смыслов. Вы видите, Хайдекер вообще не совсем не экзистенциалист. В общем, я ему верю. Я ему просто верю. Он говорит, но он не верю. Что касается Киркебура, вы знаете, он занимается не трансформацией сознания, он занимается изменением целеполагания в рамках христианской системы смыслов. Это все-таки и восхождение в шкале христианских смыслов, мы возьмем это эстетическое, атеетическое, религиозное, это вот здесь главное его в шутке стадии. Ну, конечно, это не трансформация сознания. Скорее всего, это религиозно-термологически окрашенный вариант концепции созревания христианской системы. Это другая тема. Андрей Федорович, большое Вам спасибо. Но у меня возникает вопрос. Вот мы обсуждаем тему трансформации сознания. Понятно? Но не получается ли при этом? То рассматриваем один подход, второй подход, мы говорим себе, ребята, все это очень интересно. Но прежде чем обсуждать эту тему, мы с Вами должны разобраться, что собой представляют, вообще говоря, скажем, проблемы перевода в рамках межкультурной коммуникации. Вот когда мы с Вами разберемся, как возможен перевод, адекватный перевод в рамках межкультурной коммуникации, вот тогда мы с Вами сможем разбираться и тем, что такое трансформация сознания. Понятно. Вот мне бы хотелось... Что у нас остается? Сейчас, сейчас, Вячеслав, могу сказать так. Мне пришел на ум... Я чуть-чуть облегчаю дискуссию, потому что было много тяжелого. Мне пришел на ум известный анекдот физиков-эксперментаторов о физиках-теоретиках. Физик-эксперментатор просит рассчитать устойчивость стола с четырьмя ножками. Теоретик приносит быстро результат устойчивости стола с одной ножкой и с бесконечным числом ножек, а дальше всю жизнь решает задачу об устойчивости стола с произвольным числом ножек. Так вот, Вы предлагаете эту задачу. Зачем нам общая задача культурной коммуникации? Мы можем выяснить конкретную задачу, связанную с этой темой. Например, если так, то это задача коммуникации индийских бум и тибетских сламг с европейцами, например. И все, извините, в главном говоре об аналитике. Да. Вы сказали, мы сначала разберемся в значении и будем исходить из этого. Потом мы говорили о гусаре. И тогда мы сказали, конечно, в голосах гусаре. Вы сказали, да? Да, гусарь – хороший человек. Но, вообще говоря, мы о нем знаем по текстам. Поэтому, прежде чем разобраться, что имеет, какое отношение с каждым хорошим членом имеет и происходящее с ним, имеет вклад, мы должны разобраться в отношении нерки. Потом Вы взялись за специалистов. Мне хочется узнать, что остается в сухом остатке от этих трех очень хороших людей, что позволяет мне сформулировать эту проблему незамисимо, если угодно, от того, как они отвечают на эти вопросы. То есть я ничего не утверждаю. Но мне хотелось бы, вообще говоря, вот узнать о том, что я говорил. Вот где надо и как решать проблему. А Вы говорите, дай мне это решение. Не дам тоже. Андрей Александрович, вопрос. Я, конечно, старался слушать Вас и не пытаться найти противоречие, в том, что Вы говорите, пытаться соединить все вместе. У меня просто не получилось это сделать, потому что проблема в том, что сознание вскачет, оно не постоянно, и это разные результаты у Вас создаются внутри, когда мы воспринимаем информацию. Вот интересный момент. Мы говорим о трансформации, все-таки трансформация – это действие. Может быть, оно внутреннее, и очевидно, что оно внутреннее, но это действие. Плюс корот действие, значит, это действие, оно практичное, потому что мы все люди, и вот наши тела здесь сидят сейчас, и наши головы находятся здесь, но я уверен, что мы уйдем, и эти вопросы нас занимать будут значительно меньше, чем это возможно сейчас быть с аудиторией, потому что мы, как бы, оторваны от влияющего на нас действительность, можно сказать. Вот, какие фактические способы Вы сами используете, будь сторона сказали, что Вы в этом процессе находитесь, и Вы включены немного, и пытаетесь что-то делать? Самый универсальный рецепт, который прочитывается в разных традициях Индии, его можно перевести до нашей цели вполне единообразно, хотя, если мы войдем в германертику, мы там долго и с удовольствием будем работать. Как такой? Нужно не отвлекаться от того, что есть. А насчет трансформации, видите ли, трансформация извне тоже возможна, но она морально осуждаема, ее нельзя делать. Это нехорошо. Нужно с течением того, если это не писать на ней может, да? Их не осудить. Ну, если Вы признаете, они писать. Их не осудить, да. Если Вы признаете, они писать. Так, есть и еще. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо,